и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine в данной серии мы с вами вернулись версии игры 0.980 вы спросите почему помните в какой-то одной серии я вам рассказывал что в этой версии намного более проработанные горы скалистые поверхности на планетах и можно найти конечно же больше различных экзопланет с жизнью их найти много удивительных мест в нашей вселенной да конечно чем отличается версия 0.980 от 0.990 в основном конечно качеством картинки оптимизации и разными другими функциями о них я не буду рассказывать иначе наша серия затянется надолго но насколько я помню в этой версии 0.980 намного большое разнообразие объектов в космосе и вселенной даже мой об с сейчас не так загружается как если я запускаю стимовскую версию игры то есть это этот симулятор который сейчас я запустил да он пиратский но он полностью играбелен повторюсь всего лишь не будет картинки hd ну что же начинаем наше путешествие посмотрите какую планету я обнаружил теплая терра это кстати говоря луна давайте переключимся свободный режим это у нас луна а позади посмотри газовый гигант и с левой стороны по моему где-то должен быть еще один газовый гигант раз подождите давайте знаете как мы сделаем мы сделаем так прохладный газовый гигант получается он у нас списке вот этот пятый скорее всего до прохладный газовый гигант который имеет три луны и обрати внимание одна луна я бы даже сказал что это тоже такой маленький газовый гигант но почему-то прохладные ледяной гигант все-таки версия 0980 отличается от последней стимовской так ну что же давайте рассмотрим вот эту теплую терра она очень похожа на землю обрати внимание да здесь есть вода у планеты имеются кольца кстати очень даже я скажу такие плотные кольца как наверно у сатурна есть своя какая-то я бы даже назвал щель кассини что мне еще нравится это краски посмотри на краски колец то есть в обычный space engine steam версии я не у не увидел по вот это разнообразие цветов ну возможно это так передается цвет от газового гиганта так и здесь даже есть поверхность это не просто какая-то супер океания да здесь есть материки теплая терра состав атмосферы ch4 co2 h2o nh3 h2s ну в общем аммиак газа и вода и конечно же углекислый газ так а давайте посмотрим по составу этой планеты так информация масса понятно так у нас больше конечно преобладает здесь я так понимаю аммиак и метан 45 процентов метан 9 процентов углекислый газ 29 процентов вода 11 то есть вместо кислорода здесь углекислый газ и короче одни летучие газы дышать бы здесь мы с вами бы точно не смогли бы как бы мне опуститься на поверхность я хочу знаете посмотреть на такс чтобы тени от колец падали на поверхность там где я сейчас буду находиться и мне хотелось бы видеть еще вон тот маленький газовый гигант можно конечно еще рассмотреть звезду но вообще на фоне вот этого газового гиганта это смотрелось куда бы лучше но здесь по моему нет ни одного материка мы просто сейчас опустимся блин в воду и все а вот можно подожди можно опуститься на вулкан старый добрый спейс энджин версия 0.980 да про что я говорил здесь не будет hd картинки но посмотри краски цвета тени они в принципе ничем не отличаются от последней стимовской версии и на фоне газового гиганта это смотрится великолепно по моему даже посмотри слой колец у нас проходит по газовому гиганту то есть если мы на него смотрим мы видим кольца да это тонкое кольцо а это скорее всего тени от колец на планете кстати говоря эта планета находится чуть дальше нашей галактики млечный путь я не стал сильно вдаваться в подробности по моему в одном из звездных скоплений рассеянных звездных скоплений это невероятно так ну давайте промотаем время и посмотрим на все движение здесь я забыл посмотреть на солнечные сутки два дня на планете это у нас еще какая-то туманность да здесь достаточно можно найти интересные объекты для наблюдения я говорю даже об с у меня с этой версии не прогружается так и не лагает так с чего начинался вообще мой контент по space engine конечно же с этой версии на более старых я не сидел хотя нет я сидел на более старых наверное в году 2015 где-то примерно а 2015 год я помню это и когда я первый раз увидел этот симулятор я был просто ошарашен посмотри передвижение облаков облака довольно таки низко мне интересен состав конечно этих облаков ой 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 вот я сейчас скажу чем еще отличается данный симулятор от версия пиратский симулятор до пиратской версии игры от стимовской версии то что здесь просто про можно легко провалиться блин в текстуры сейчас мы это конечно все с вами исправим так все в порядке я вылетел из текстур до провалился бывает и посмотри какое у нас красивое северное сияние на этой планете невероятно там у нас вода я сейчас перелечу на какой-нибудь материк вот сейчас было красиво так подожди опустимся наверное на тот же вулкан да чуть-чуть замедлим стоп отлично так где нам приземлиться вот наш вулкан и мы сейчас обратно к нему все замечательно все хорошо ох вот это закат посмотри невероятно красиво да фиолетовый это скорее всего это метан аммиак газы газы на поверхности планеты поэтому и смотрится такой оттенок фиолетовый фиолетово-розовый так еще газовый гигант у нас ну что же давайте ускорять время это у нас восходство из дых нет это было закат полная ночь я ничего не вижу я слеп но кстати обратил внимание посмотри стой давайте перелетим сейчас чуть подальше я видел северное сияние дабы не провалиться сквозь текстуры мы останемся вот так а теперь запускаем мамами я ничего не вижу здесь северное сияние ладно давайте ускорим пора вылетать отсюда нужно найти какую-нибудь нормальную поверхность вообще я хочу посмотреть на этой планете горы скальное образование они здесь выглядят в этой версии игре просто чудно не знаю честно говоря я не видел вот таких обрати внимание скал гор версия 0 990 ну не знаю если вы встречали напишите вот два газового гиганта здорово ставим нормальный режим игры и запускаем время ох слушай если бы сейчас сейчас звезда проходила вот прямо таки по газовому гиганту можно было бы увидеть солнечное затмение сейчас мы сделаем так только опять нам нужно ждать рассвета ох невероятно кольца кольца на горизонте кажется как будто ты сейчас рукой до них дотянешься обрати внимание как ложится тень от планеты на кольца что самое плохое здесь нету стабилизации блин то есть стабилизации чтобы ты когда опускаешься на поверхность какой-нибудь планеты тебя ровно горизонтально ставит и не приходится все время тебе самому на клавиши qe поворачивать выравниваться на местности но это здорово даже сам газовый гигант обрати внимание имеет больше качества кстати для тех кто может быть не знал не слышал в скором времени обещают нам 3d кольца да каждый маленький камушек будет в кольце который ты сможешь просто разглядеть рассмотреть пощупать так сказать вот так вот смотрится классно обрати внимание на газовый гигант и на кольца этой планете я бы поставил жирную пятерку если бы здесь был кислород а не летучие газы возможно тогда бы это было терра теплая терра с жизнью многоклеточная органическая наземная и морская я хочу все-таки увидеть солнечное затмение как нам это сделать нам нужно отдалиться как-нибудь наверно чуть подальше вам в ту сторону и рассчитать момент как звезда будет проходить по газовому гиганту наверно даже чуть вот сюда правее так интересно мне удастся это сделать немножко замедлим чуть выше наверное будет идти звезда хотя давайте посмотрим а если уйти влево нет стоп я все-таки хочу это сделать я хочу на это посмотреть солнечные солнечное затмение на другой блин планете это наверно смотрится невероятно так подождем если нам чуть-чуть вперед уйти вперед приблизительно вот в этом месте даже правее скорее всего горы мы сегодня с вами в этой серии не рассмотрим ну поищем что-нибудь в другой серии подожди я должен это сделать я должен это увидеть если ближе подожди стоп и давайте вперед прямо вот кстати и горы посмотрю горы здесь конечно в этой версии игры выглядит намного реалистичнее ну даже видно какие-то отложения на них нет все таки не получится у меня с вами рассмотреть солнечное затмение это невероятно кольца выглядит вообще просто эффектно и опустился в лаву здесь довольно таки жарко вот кстати вот возможно возможно где-то в этом месте можно будет сейчас разглядеть солнечное затмение давайте промотаем только время ускорим его придется дожидаться нового дня конечно же приближение звезды ну а теперь ждем еще одна луна у нас прошла по газовому гиганту ну же давай стой я хочу все таки это сделать нужно немножко дальше перелететь вот здесь отличное место наблюдения давай хотя бы краешек хотя бы краешек солнечного затмения ну же не удастся мне это сделать я понял ладно давайте просто отстанем от этого газового гиганта и все да вот здесь я обратил внимание здесь еще есть туманность кошачий глаз ну по сравнению с тем что выглядит версия 0.990 туманности смотрится не так качественно здесь более знаете как они смотрятся как их сфотографировал тот же телескоп хаббл примерно как на картинке да ну что же ладно давайте на этом я закончу ну а если тебе понравилось обязательно поставь пальчик вверх подпишись на канал помните что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока до новых встреч всем новых открытий пока пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok